специально для того чтобы сфотографироваться с Курбана Шираева подходит вот этот болельщик а вы откуда? с какого региона? мы иркутская область иркутская? да 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 иркутская область и болеете за Курбана? да 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 конечно сильные физические, упорные, зрелищный борьб зрелищный я такой смотрю вон это вся группа поддержки из Иркутска? нет нет нас много нас просто кто на первых рядах сидели вот Курбан ты осознаешь степень ответственности что теперь не только из Дагестана у тебя всегда это чувство не отпускают Курбана Шираева группа поддержки здесь отец счастливый отец ну что очередной финал вашего сына да да видите как радостно радостно на глазах отца это вообще всегда по-другому происходит как и в прошлом году да есть мне кажется что вы в какой-то степени почти как родственники Шираев Шериф у вас даже фамилии похожи конечно вы сколько раз уже боролись с Курбаном очень часто но по-моему на твоей стороне чаще было преимущество ну не сказал бы равные как кажется что самого интересного с Курбаном не соскучится ну да ну у нас как бы давно идет противостояние с ними а у вас стили похожие ну какой-то есть чуть-чуть да есть чуть похоже ну похоже вы знаете в чем в том что как бы вы не проигрывали или выигрывали вы в любом случае показываете зрелище болельщикам никогда не бывает скучно когда вы на ковре стараемся для болельщиков многие приехали поддержать меня на трибунах с Каблина Балкари приехали за меня и хочется их тоже брать я знаю что для тебя есть особенная мотивация на этом турнире если я не ошибаюсь ты по-моему его еще не выигрывал в прошлом году первый раз боролся и вторым стал отстала пора двигаться выше надеюсь дальше а для этого предстоит пройти сопротивление Курбана Шираева в чем самая сложная задача ну вы сами наверное знаете с Курбаном никогда легко не бывает цепки такой вязки и проходы хорошие ну вот а зачем выигрывая так крупно 10-2 вот так сильно потеть это все для того чтобы папа был доволен ты же в принципе контролировал исход схватки никогда не придерживаешься ну со стороны может быть видно но на самом деле не легко вот с болту им сегодня видели схватку очень тяжелая схватка была это на ковре кто? зверя как питон борется как питон красавчик ну он пашет на тренировках пашет а вы можно сравнить в какой-то степени с Анюаром Гедуевым или это разные? они вообще разные ну понятно по комплекции да а вот именно по атакующей манере борьбы Анюар бросков уже постоянно физически очень сильный он техничный такой цепкий это короче кабардинский Заурбек Седаков да у тебя есть два главных наверное соперника хотя самый главный у тебя это ты но есть два соперника фамилии которых часто становились камнем преткновения на пути к финалу это Виктор Рассадин и Иналбек Шериев как раз таки что завтра нужно будет предпринять для того чтобы преодолеть вот этот барьер в лице очень техничного спортсмена? ну мы уже с ним первые встречались тоже много раз боролись ну основном буду навязывать свою борьбу и знаю его борьбу не знаю очень хорошо настроен заряжен как я тебе на Омаханском турнире тоже говорил мы будем идти вперед да одним словом настрой как ты говоришь один из нас соперников это я сам это была сложная битва самим собой да ты конечно не утратил качество что ты можешь удивить и я уверен что если ты будешь проигрывать то наоборот как раз таки ты и начнешь бороться в такую яркую борьбу но в то же время на этом турнире до финала все было довольно таки ровно твой любимый счет был 5-0 и здесь тоже в полуфинале так же и получилось можно ли сказать что на новую ступеньку перешел уже понимание борьбы? хладнокровно без лишних движений боролся как бы свои борьбы навязывая не допуская ошибки и как то вот так спокойно было очень тяжело честно сказать раскрыть их там и поставить тоже время защиту на их приемы но чуть со спокойствием потому что очень много работал очень много тренировался и понимаю да что завтра будет очень я уверен яркая борьба и опасные интригующие сюжеты и возможно большой счет готов к этому? я однозначно готов ну вот этот проход вот его сравнили твоего соперника и Налбека Шериева сравнили с питоном его длинные руки которыми он достает практически из любого положения своих соперников они могут доставить завтра тебе неудобства? или ты к ним готов? однозначно они могут доставить неудобства но мы будем делать все чтобы победить до тренироваться готовиться на все воли всевышнего конечно но я приехал за золотой медалью и завтра будет очень интересная напряженная яркая схватка как ты говоришь питон опасен для своих жертв может быть но для пантеры насколько он опасен? для хасавиртовской пантеры? завтра будет завтра будет интересная схватка вспоминается 2020 год вот это твой самый золотой на данный момент год в карьере когда началось все с Ерыгинского потом продолжилось с чемпионатом Европы есть какие-то параллели? даже в гостинице я смотрю были воспоминания именно когда я первый раз выиграл в Калидоре сидел там мне сообщение писали и так далее я даже другу это говорил у меня уже 2 золотые медали оригинского турнира 2 бронзы готовность где лучше была в 2020 году или сейчас? как считаешь? готовность лучше в 2020 году меня мало кто там верил но не могу я сравнить если честно когда был больше готов тогда и сейчас а психологическая заряженность когда больше? психологически и сейчас тоже очень хорошо настроен ну тогда тоже получается был потому что такие схватки там хорошо спады были да но мы собрались опять почему завтра Курбан Шираев должен обязательно победить? потому что пора уже вновь выезжать на чемпионат Европы да твой любимый тоже турнир да который один даже выиграл уже не знаю на Сеуле совершенно но мы готовы так так как Продолжение следует...